Ирина Геннадьевна, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие сегодня сложились отношения между наукой и государством? Слышат ли эти стороны друг друга? И какие у вас пожелания к изменению ситуации? Ну, надо сказать, что вот когда говорят в таких общих терминах государство, то вообще отвечать на такой вопрос очень сложно. И поэтому лучше немножко конкретизировать, что мы понимаем под государством. Значит, это, ну скажем, система министерств и ведомств, имеющих отношение к заказу научных исследований и разработок. И это, скажем, научные фонды РФФИ, РНФ, это тоже они государственные, значит, они представляют государство. Так вот, отношения с разными структурами, они разные. Вот, скажем, если мы возьмем отношение научного сообщества с фондами, то, как правило, и в основном отношение и реакция позитивная. И есть система обратной связи, и оба фонда всегда пытались как-то учитывать мнение научного сообщества, скажем, совершенствовать экспертные процедуры, процедуры оценки проектов, требования. И хотя проблемы есть их, очень много здесь, просто не хочется идти в детали, но тем не менее можно сказать, что здесь отношение государства и науки вполне налажено. Если говорить о... ну, это, скорее, малая форма поддержки науки. Всё-таки проекты грантовые, это так или иначе не очень большие, не очень длительные. Есть отношения, когда происходит государственная поддержка научных организаций и вот большие, скажем, приоритетные проекты, которые поддерживают министерство, считая, что это важно. Здесь проблем гораздо больше, и часто это и вопрос, какие тематики задаются, и как они задаются, и кем они экспертируются, и каким образом происходит распределение средств, и как происходит отчетность за эти средства. То есть здесь на каждом этапе фактически есть проблемы, звучит критика. Но тем не менее, если смотреть, скажем, по деньгам, то государство это у нас основной спонсор науки, и поэтому получается, что государство, оно понимает важность науки, наращивая финансирование постоянно. Другое дело, что, это уже другой у вас вопрос, что не происходит увеличение расходов бизнеса на научные исследования. Может, им нужны какие-то механизмы от государства, чтобы больше привлечь бизнес, завлечь его? Да, конечно. Тут вопросы государственного регулирования, но мы, когда говорим про эту сферу, мы все-таки ограничиваемся рамками мысленно, скажем, научной инновационной политики. То есть это все, что связано с наукой, коммерциализацией. Вот есть программы инновационного развития, то есть это тоже вложение в НИОКР, сотрудничество с ВУЗами. То есть как-то вот крутится все в этой сфере. На самом деле, чтобы бизнес заинтересовался, испытал потребность в том, чтобы проводить научные исследования или их финансировать, должны быть другие стимулы. Ну, хотя бы, например, что конкуренция либо на внутреннем, либо на внешнем рынке. Там и там. То есть вообще вложение в науку, это же, так сказать, затраты необязательно окупаемые. Значит, если кто-то начинает заниматься, скажем так, инновациями, это вынужденное дело, что ты не можешь обходиться без них. Пока ты можешь обходиться без них, но можно только принуждать. У нас и есть этот термин принуждение к инновациям. Но, на мой взгляд, это принуждение, оно очень плохо работает, потому что на любое принуждение у нас очень, надо сказать, фантазийное общество, и на любое принуждение рождается ответ. Как показать, что там, и вы хотите больше публикаций, пожалуйста, у нас будет, но они в мусорных журналах. Вы хотите больше вложений в неокр, мы их покажем каким-то образом. Там вы говорите, что в проектах должно участвовать много молодых, ну, впишем, что за проблема. То есть вот все, что является таким, именно что принудительным, давящим, оно редко срабатывает. Но в основном все идет в логике именно такой. Патронажа и, соответственно, директив. И я думаю, что это как раз абсолютно неизжитое наследие советской системы. Оно вот как-то в головах очень сильно осталось. И чем дальше идет, я смотрю, чем дальше мы уходим от Советского Союза, тем больше людей, пожилых особенно, они ностальгируют о том времени, как там было много всего хорошего. Вот как сегодня мы обсуждали, что в министерствах сидели специалисты в своей области, а сейчас их нет. Это тоже немножечко такое мечтание, потому что было другое время, люди были молодые, и жизнь казалась прекрасной. Многие говорят и со стороны бизнеса, и со стороны экспертного научного сообщества о том, что сейчас реальная проблема. Наши даже замечательные научные разработки, к сожалению, не находятся в его применении в реальном секторе экономики. То есть что с этим делать? Многие говорят, что нет такого связующего звена, который бы перевозил язык научных разработок на язык бизнесмена. То есть почему не работает у нас эта связка в внедрениях новых технологий в нашу жизнь? Знаете, мне кажется, что опять же это сложнее, потому что надо смотреть проблему с обоих сторон. С одной стороны, если нет интереса бизнеса к инновациям, ну поставь посредника, у него же нет интересов, а что тогда сделает посредник, какой его смысл? С другой стороны, это же мнение ученых, что у них прекрасные разработки, очень полезные. Ну а, скажем, они не смотрят, нужны ли они сейчас на рынке, какие там условия для того, чтобы они стали работать. Или, например, если часто вот я слышу, что разрабатывают какие-то интересные приборы для разной медицинской диагностики. Но потом оказывается, что они там недостаточно, или это в единственном экземпляре, или это не прошло всех нужных испытаний. То есть у науки часто не хватает средств для того, чтобы это была такая разработка, которую бы мог оценить бизнес. То есть это может быть еще в виде одного образца, в виде каких-то чертежей. Но ожидается от них хотя бы, что это возможно сделать серию, а не единичное изделие. С другой стороны, ругать науку за это нельзя. Многие серийные производства, и вот эти все опытные заводы, они разрушены были за все эти тяжелые годы после распада СССР. То есть они просто некоторые не в состоянии этого делать. Поэтому здесь не только какие-то меры о посредниках и о подпихивании бизнеса, а скорее меры в отношении бизнеса, чтобы они интересовались, и, наверное, какое-то продолжающее улучшение, реструктуризация и научного комплекса, организация по-другому работы, какое-то внимание может быть к каким-то отдельным областям, потому что есть же очень дорогие области, которые у нас просели, и вряд ли уже даже, может быть, они будут восстановлены. Но просто сейчас не будет на это средств. Значит, сосредоточиться на каких-то других направлениях. Но опять мы возвращаемся к качеству государственного управления. Кто выберет эти направления? И дальше как они будут поддержаны? Продолжение следует...